Мы находимся... Где мы находимся, Гоша? Мы находимся у Сергея Куницына. А у нас гости от Георгия Короленко. И сегодня мы попробуем что-то сделать. Я надеюсь очень на наше совместное усилие, потому что Гоша великий специалист. Я его знаю много-много лет. И только ему я могу доверить баночку, которая у меня просто завалялась в углу. То есть не просто баночка, а когда-то мне жили черепашки. И Кокоша уже правильно мне сказал, что она сделана не по стандартам сегодняшнего дня. Кстати, почему? Ну, обработка стекла, в общем, оставляет желать лучшего. То есть оно просто порезано, края никак не обработаны. Но это, в принципе, на функционал никак не влияет. В 90-е именно так и делали, если что. То есть возвращаемся в те годы, которые помним по песням Виктора Цоя. И начинаем делать флорариум с хищными растениями. Сегодня мы начинаем делать. За сегодня мы только сделаем заднюю стенку и все. Остальное в следующий раз. Для начала на заднюю стенку нам нужно будет прикрепить решетку, к которой будем уже крепить коряги. Для этого вырезаем ее по размеру при помощи ножниц по металлу. Это наиболее быстрый способ. Ну, в принципе, черепашатник практически стандартного такого размера. 60 сантиметров плюс-минус там. И еще. Почему именно черепашатник? Потому что если бы у вас был гигантский, большой, какой-то огромный аквариум, иногда неудобно ухаживать и что-то делать. За счет формы трапеции сюда всегда можно залезть руками и обработать ваши растения. То есть в этом плане здесь намного все удобнее. Естественно, стандартный свет черепашатника мы оттуда полностью удалили и будем вешать уже качественный светодиодный свет. Но это не сегодня. Я даже не знаю, сколько лет этому черепашатину, потому что мне его когда-то подарили. Надо сказать, что мы с Гошей знакомы уже много-много лет. Я даже не помню, если честно, как мы познакомились. Но когда в 2011 году пошел разговор с ботаническим садом, аптекарским огородом о создании плотоядного большого болота, первый человек, к которому я обратился, был Гоша. Три года! Три года мы ждали, когда же все-таки молитвы, эти все плакания в подушку о том, чтобы появился болотный плотоядный садик, будут услышаны. Да, в 2014 году мы это сделали. Я жду, когда мы с Гошей будем работать над созданием гигантского ботанического сада с нашими растениями, в котором мы будем, соответственно, уже директорами, магистрами и всеми, кто есть. Да, и наши партнеры и все, кто у нас учатся, будут там бегать с ведерочками и с лейками. Но, наверное, это все-таки скоро произойдет. Ой! Нет, Гош? Ну, почти. Я сейчас про гигантский проект. А ты про сеточку, да? Давай, подержу. Гигантский проект тоже начинается с сеточки. Мне так просто. Сколько у вас сейчас учеников, Гоша? Учеников? Ну, вообще, вот так. Люди по стране записываются, в основном, или из Москвы? По-разному. Да нет, по стране, конечно. Да из разных стран тоже записываются. Я буду голосом за кадром. Голос за кадром, хорошо. Маша Короленко. Маша Короленко голос за кадром. А самая дальняя страна, откуда записывались на лекции или мастер-классы? Ну, я тебе даже не скажу, потому что у меня очень плохо с географией. Ну, была Великобритания, была Германия, консультировали мы и из Америки, ребят, тоже несколько раз. Из Америки, из Великобритании, отлично. Да, мужчинкам не назовешь, но люди обращались за презентацией по сборке. То есть, грубо говоря, наверное, нет в этом списке Антарктии. Супер. Хотя, мне кажется, в Антарктии флорариум был бы самый оттоп. Мы же участвуем во всех выставках, мало кто знает, что мы не просто призываем к тому, чтобы люди у нас покупали растения. Нет. Очень важно это давать обратную связь, очень важно проводить лекции, семинары, мероприятия, обучать, давать какую-то полезную информацию. И мы участвуем во всех выставках, связанных с экзотическими растениями и с экзотическими животными, чтобы постоянно вести обратную связь с нашими постоянными клиентами. И у нас, в принципе, аудитория, она во многом общая, потому что люди пробуют что-то сделать, да, и понимают, что, в принципе, условия почти одинаковые. И они дополняют свои изделия разными, допустим, взяли у вас баночку, да, там что-то посадили, понимают, что там может хищник существовать, обратились ко мне. И все вместе это все закручивается в какую-то единую экосистему. А учитывая то, что люди растут, развиваются, да, давать им потихонечку новые знания становится, ну вот прям перспективной задачей, да? Пару минут о том, что мы сейчас сделали. Что же мы сделали? Мы прикрепили вот эту решетку на крючки из проволоки, чтобы тяжелые коряги, которые будут, наверное, порядка 10 килограмм весить, чтобы они держались на этой решетке. Чтобы решетка сейчас не болталась, мы ее еще приклеим термоклеем. Если что, у вас нет в кадре на моем телефоне, смотрите туда. Батюшки, 10 килограмм, это что ж... Примерно 10 килограмм. Что ж там дотащил? А это коряга у нас из чего вообще? Вот так вот, держи. Держу. Ай-яй-яй. Коряги это дуб. Сбоку. Короче, к чему я клонил? У нас есть такая большая конференция наших партнеров, называется Сити Фермер, вот, и они устраивают встречи один раз в год, большие конференции, на которых мы участвуем, либо приходим как гости. Ну, я вот несколько лет участвую с ними. Очень интересный тот факт, что можно совмещать новейшие технологии, связанные с растеневодством, технологии, связанные с уходом за растениями, свои собственные знания в тонких каких-то гранях ухода за определенными видами растений. Ну, и, соответственно, свои навыки, мастер-классов, лекций и ведений таких занятий. Поэтому мы постоянно встречаемся на Сити Фермере, на Рептилиуме, на Архидеуме и на всех выставках, которые бывают в, допустим, нашем любимом биологическом музее Тимирязева. Учитывая то, что Гоша больше шести лет обслуживает композицию с хищными растениями в аптекарском огороде, в ботаническом саду, это тоже наши партнеры, наши друзья, там мы встречаемся тоже. И когда у меня бывают лишние растения, мы туда едем, сажаем. И что-то там, по-моему, помимо хищников еще что-то делаешь, да? Там же у тебя куча двоих личных проектов. По-моему, хищников там есть наша, нынче наша галерея аквариумов, которая была галерея аквариумов, сейчас мы ее переделим в галерею флорариумов. Но, так как мы это делаем, в общем-то, за свой счет, это процесс довольно длительный, и многие там аквариумы и флорариумы находятся пока в состоянии не очень. Поэтому, если придете, не пугайтесь. Какой водопад? Какой-то водопад, забыл сказать? Да, водопад, который тоже мы делали. Это в дальний уже новый Андрей? Нет, нет, это в этой. Вот там прудик и водопад. Это когда вот хищников идешь вправо. А, все, я понял, да. Да, здесь тоже наша. Круто. Так. Гош, а вообще, в принципе, чтобы делать такие красивые вещи, обязательно получать какое-то специальное образование? Или можно всему научиться, там, своими руками? Конечно, можно научиться, вот. Ну, у тебя все равно, раз уж ты всю жизнь этим буквально занимаешься, есть специальное образование биологическое, верно же? У меня есть биологическое образование, вот. Но, наверное, чтобы научиться что-то делать руками, оно, в принципе, не обязательно. То есть, биологическое образование помогает понять, ну, в принципе, как вообще все работает, как все устроено, это да. Вот, но, чтобы что-то делать, это вопрос желания и опыта. Сейчас берем коряжки, будем их примерять. Можно я, думаю, в руках подержу? Ты сказал, 10 килограмм весит они? Ну, всего их примерно, да. Ну, слушай, это что, часть как корней или что это такое? Просто непонятно, что. Нет, это ветки, часть корней, да. Да, ага. Прошедшие пескоструйную обработку. То есть, кто попал, а кто собран в лесу, да, без специальной обработки, не подойдет, явно? Не подойдет, вот, но после пескоструйки удаляются все гнилые части, то есть остается только древесина, которая гнить, конечно, будет, но это будет происходить с десятилетиями. Очень прочная такая штуковина. А помимо дуба что можно использовать? Помимо дуба можно использовать корни плодовых деревьев, груши, яблоня, сливы, вишня, потом можно древесину вяза, бука, ну, то есть деревья твердых пород. Ага. Понятно. Естественно, можно использовать мангры, вот, можно использовать железное дерево, можно использовать корни азалии, вот, в аквариумных магазинах продается, вот, правда, она достаточно быстро гниет, то есть года два и нужно будет делать это. Понятно. Так, 5-минутный перерыв на нашу небольшую рекламу и потом мы продолжим. Так, ребятки, я это должен просто позвонить нашему собственнику, сказать, что у нас очередная съемка и сказать, чтобы он, дайте мне, пожалуйста, отстенить пока телефон. Смотрите, пена. Пена китайского производства, миус. Сейчас больше цветную пену не производит никто. Она отличается от обычной пены монтажной, которая продается у нас там в Леруа и в Аби, тем, что она имеет в своем составе колер. Соответственно, есть два вида пены. Есть коричневая, есть черная. Коричневая используется для имитации почвы, коряк и тому подобное. Черная, на самом деле не черная, а серая, она используется для имитации камня. Очень сильно похожа на светлые камни, вот типа Sergio Stone, ну и омановские подобные такие вот штуки. Это та пена, в которую я наступил, когда приехал, когда мы ее тестили. Да, это именно та пена. Один баллон используется примерно на полквадратных метра поверхности. Соответственно, если слой будет толще, чем в один слой напыления, то ее будет использоваться больше. На вот этот объем мы взяли два баллона. Надеюсь, нам хватит. Начинаем запенивать. Начинаем сначала с самых нижних полостей, дальних. А сколько сантиметров должно быть? Толщина? Да. Толщина должна быть, ну, зависит, во-первых, от толщины, ну, от вашей задумки. Вот, допустим, здесь будет сантиметров 15, да? Вот я тоже думаю, от 10. Наверху будет, естественно, минимум сантиметра 3, максимум, вот, может даже меньше. Как мы запениваем? Мы не просто там подносим пену и вот так вот медленно нажимаем. Так тоже можно, но тогда она плохо прилипает к поверхности. Берем пену и издалека резко нажимаем на курок. Она пробивает решетку и приклеивается к стеклу. Это наиболее эффективный способ. Естественно, когда там остается маленькая полость, можно аккуратненько завести туда пистолет и вот так вот все запенить. Вот. Мы заранее провели шланг. Ну, возможно, мы здесь сделаем какой-то, ну, водопад. Вот. Это еще не точно, но на всякий случай. Лучше это сделать заранее. Мы сделаем. Давай сделаем. Давай сделаем. Блин, тоже обожаю работать с пеной. Она кладется так неровно, да, потом когда она бухает, это совершенно другой вид. Самые нижние вот эти полости можно не запенивать, потому что здесь будет, во-первых, дренаж. Он занимать будет сантиметров на минимум пять. У-вторых, здесь будет грунт. То есть мы просто лишнюю пену изведем, а она стоит дорого. Мы используем пеностекло сейчас. Я думаю, здесь уже объем такой, что мы будем использовать решетки и будем из них собирать дренаж. Это наиболее эффективный способ. Пеностекло тоже можно, вот, но проще, мне кажется, короб из решеток собрать будет. После работы с пеной пистолет у нас находится в таком состоянии. Вот клапан тоже у него закрыт пеной. Это плохо. Если мы его так оставим, это все, это в помойку. Пистолет стоит не дешево, рублей 500. Он самый дешевый. Вот. Берем специальную смывку для пены. Вот этого баллона хватает на промывку, ну, 20 или 30 раз пистолета. А скажи, как она выглядит? Обычно... Во, во, вот так, да. Они разных фирм абсолютно бывают. Вот, мы не рекламируем именно Саудал, вот. Но смысл в том, что это смывка для не застывшей пены. Ищите ее в магазинах. А еще можно повернуть, просто тут понятно, что... У нее есть вот такая вот штука, ну, чтобы можно было прыскать как из баллончика, как и краску. И можно ее накрутить на пистолет, чтобы промыть пистолет. Поэтому сначала что мы делаем? Мы сначала... А повыше, повыше. Давай. Сначала вот эти вот кайки с пистолета смываем. Это безопасная штука? Безопасная, но вонючая. Лучше это делать на открытом где-то воздухе. Смываем... И что, нам тебе проветривают, да, здесь за этой вещи? Смываем с клапана. Обязательно с клапана смываем. Прям вот все оттуда коричневое. Убираем. После чего снимаем вот эту вот штучку красную, которая прыскалка. Да. И накручиваем, собственно, как и пену. Да, да. На пистолет. После этого несколько раз вот так. Повыше еще. Да, повыше, повыше. Пшикаем куда-нибудь... Дайте-ка мы пшикнем это в помойку. В помойку давайте. В помойку надо немножко... Да. В помойное ведро. Вот, ну или куда-нибудь, что нам не жалко. Прыскаем. Несколько раз. Пока жидкость из пистолета не пойдет прозрачная. Все. После этого больше мы не нажимаем на курок. Промыли, короче. Промыли. И вот в таком же состоянии скручиваем промывку. Смотрите, в чем прикол. Давление сейчас внутри этой штуки держится. Внутри пистолета сейчас находится вот эта жижа. Вот. И сохраняется давление. Если мы сейчас нажмем на курок, оттуда все выплюнется. И опять засохнет. Поэтому храним пистолет именно с жидкостью внутри. Вот. Так он может храниться месяцами. Даже, не знаю, годами. Хотя годами я, конечно, не пробовал. Врать не буду. Вот такие вот дела. Дамы и господа. У нас почти все готово. Но есть такой момент. Пена будет застывать несколько дней. Но не несколько дней. Пена будет застывать до завтра. До завтра. До завтра. Несколько дней мы будем мысленно ждать, когда Гоша приедет. Неделю, наверное. А может быть месяц он будет ждать своего выходного дня. Или все-таки это произойдет быстро. Я надеюсь, на следующей неделе я все-таки доеду. О, боги. О, боги. Спасибо. Так, давай глянем, да, быстренько, что получилось. Ну и как ты считаешь, вот. Ну, получилось пока, смотрите, выглядит это все, прямо скажем, не очень. Пена сейчас выступает сквозь коряги. Да. Естественно, это требует обрезки. Сейчас она вылезет еще сильнее, потому что она очень сильно увеличивает. То есть завтра ты сейчас совсем будет ужасно увеличивать. Есть, кстати, еще один способ формовки этой пены. Когда она вот через несколько минут после покрытия застынет, она вот уже почти не липнет, можно вот так вот руками потихонечку, аккуратненько ее вминать, пока она не сформирует. Слушай, можно ее чуть-чуть протыкать, чтобы воздух выходил. Не надо, достаточно просто вот так ее туда. Хорошо. Но этот способ плох тем, что пена, во-первых, прилипает к корягам, часть остается на ней. При срезке пены, вот, и при очистке там металлической щетки, она очищается полностью. И второе, поверхность застывшей пены, она глянцевая. К ней очень плохо прирастают растения. После обрезки поверхность пены становится пористой, и к ней уже цепляются практически любые эпифидные, вьющиеся, ползучие и другие растения. Гош, скажи, пожалуйста. Она имеет другой же цвет, потому что поверхность, она более светлая, мы срежем, она будет более темная. Скажи, пожалуйста, вот смотри, у нас перспективы такие, что мы либо делаем водоем, либо не делаем водоем, да? Сейчас у нас места достаточно для того, чтобы сделать либо так, либо так. А может голосование зрителей? Да, без проблем. Давайте сделаем несколько роликов, и пусть зрители решают, будем мы делать это. А, Маша, вы можете в кадр войти тогда, чтобы мы это сделали? Без меня. Залезайте в середину, перчаточки мы уберем. Всем привет, таинственник за кадром. Ну что, дамы и господа, да, вот если бы мы не планировали вот такие вещи... Не, а он держит запись. Да, все нормально, меня будет слышно. Пускай будет видно, как мы переставляем микрофон, и это все такие вещи, тонкости. В общем, тем такая, что мы знакомы давно, мы ездим на одни и те же мероприятия, работаем на одни и те же выставки. Если бы не Гоша и не я, да, наверное, не развилось бы вот это вот направление оплатаительных садов. А ведь оно не развивается. Из-за того, чтобы оно развивается, да. Но мы положили начало в аптекарском огороде, в ботаническом саду. Скажем так. Просто мы очень редко видимся, и поэтому мы дальше это все тело, тело, и дело не двигаем. Короче, тема такая, что Маша, да, она как главный на данный момент голос за кадром, идеолог, и вообще, в принципе, пинок нам под зад, благодаря которому мы, в принципе, все здесь забрались, да, вот, скажет что-то такое, что мы еще не сказали. Что же это будет? Мне кажется, Сергей, мне сейчас чуть круто подставил. Ну что ж, что-нибудь вам скажу. Ну, ребят, в общем, речь о том, что у нас есть с вами право выбора. У нас есть возможность собрать флагарариум без водоема, и есть возможность создать с водоемом. С водоемом в обслуживании сложнее, но ведь интереснее, ведь правда. Поэтому давайте мы сделаем несколько серий, и вы решите, а не мы, что мы будем делать. Мне кажется, это будет круто. Еще есть вариант, какие растения посадить. То есть, в нашей коллекции есть достаточно много всего, да. Возможно, мы совместим совместные коллекции флорариум плац и флаворут для того, чтобы, в принципе, что-то объединить и создать какое-то уникальное местечко для наших, в принципе, питомцев. Идеи тоже классные, потому что пересекаются многие по условиям содержания. Ну, в общем, ждите от нас опросов и помогите нам. Еще у нас такая есть беда, ну, как беда, ну, как бы, возможность. Я как-то заикнулся, что хочу снимать ролики о том, как лягушка, маленький головасяк точнее, растет в кувшинчике хищного растения, в непентосе. Я специально для этого заказал гигантский непенто, запереплачил кучу денег, потому что заказывал там поштучно. И у меня вот он живет на лявках, там, маленькой баночки. И вот я думаю, что же с ним делать? Гоша сегодня приезжает и говорит, Серега, у тебя же лапы у него уже отросли, задние, передние. Сейчас хвост отпадет, он будет выпрыгивать. То есть, наверное, следующее, что мы будем делать, это уже какое-то место обитания для того, чтобы вот эта вот малявка, с одной стороны, не убежала здесь по всем офисам. У нас тут и юристы, и серьезные люди работают, соседи наши, да, сами понимаете. А с другой стороны, нам нужно снять, как малюсенькая, маленькая лягушечка живет в кувшинчике гигантского хищного растения, питается насекомыми. И при этом, чтобы еще кувшинчик питался. И чтобы мы сделали такую съемку, которая, в принципе, ничем не уступает BBC. А почему бы и нет? Мы это можем сделать? Можем. Возможности у нас есть. Лягушатников наши друзья нас поддерживают. Вот, давайте что-нибудь для этого придумаем. Спасибо вам за ваше внимание. Ребят, Бош, скажите что-нибудь, что вы еще? Как обычно подписывайтесь. Скажу, что увидимся в следующих сериях. В следующий раз мы будем доделывать этот хлорел. И когда же это будет, а? В марте? Может быть, в апреле. Как звезды в складах. Подожди. Давай хотя бы до февраля сделаем, а? Давай на следующей неделе в вторник. Так, это очень даже неплохо будет в следующей неделе. Хорошо в пятницу? Батюшки, по пятницам мы работаем. Ну что? Я больше скажу, мы и по субботам работаем. А давай так. Если мы будем это делать в пятницу, то мы сейчас это выкладываем в начале недели, а в пятницу мы тогда делаем прямой эфир с оконцовкой данной вещи. Я боюсь, что в следующий раз оконцовки еще не будет, в следующий раз будет еще промежуточный этап. Вот, поэтому прямой эфир мы, в принципе, можем сделать, но это будет не конец. Насколько по времени ты моешь прямой эфир, чтобы нашим зрителям было комфортно увидеть это вот все? Слушайте, ну, не меньше часа. Чипсы! Чипсы, поп-ком. Кофе. Можете не смотреть сразу все, потом записи на перемотке, потому что здесь будет очень много рутинных моментов. Вот, но без них никак. Знаете, как я делаю? Открываю первые 10 секунд, а потом конец. Так, ты меня смотрела, да? Зараза. Так, ладно, 29 января мы делаем тогда прямой эфир, да? Это будет, давайте назначим на пол-восьмого, потому что все мы, наверное, только соберемся. Тогда назначим. Да, пол-восьмого. 19-30, пол-восьмого, 29 января. Но этап будет такой, что мы доделаем что-то, но не до конца. А концовка, когда сможет у нас быть? И что будет в концовке? В концовке будет посадка растений. То есть в этот раз мы с вами решим, сводоем мы делаем или без, сформируем рельеф, засыпем грунт, засыпем все декорации, поставим емкость созревать. И сделаем освещение. Да. Возможно, сделаем автоматическую систему полива, вот, и сделаем, наверное, слив дренажа, потому что, ну, это надо будет сверлить. Да уж. Ну, это если вы совсем не уснете, иначе нам придется это делать без вас. Ну, а для спящих продублируем. Конкация будет запись. Да. А потом уже посадим растения. То есть начало февраля будет все готово, да? В принципе, да. Надеемся. Друзья, для тех, кто хочет повторить подобные вещи, да, сразу же хотим вам сказать, что не ждите, когда мы доделаем эту композицию, да. Присылайте свои заявки, присылайте свои вопросы, присылайте свои хотелки. Возможно, у вас уже есть какие-то хищные растения. Может быть, у вас уже есть какое-то местечко, где бы вы могли что-то такое сделать. А может быть, у вас осталась емкость, а растений вообще нет. У каждого свои варианты. Опять же, да. Здесь мы объединяем наши труды. Мы соединяем возможности насекомоядные растения, стекляшки, умение делать красоту и наше знание, опыт в, принципе, достаточно простых вещах. Просто для кого-то это непростое. Только потому, что вы еще пока мало с этим соприкасались. Соприкасайтесь побольше, и все у вас получится. Спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Спасибо. Всем пока.